Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». С вами Наталья Юкозина. Добрый вечер. Жалобы, которые лично рассмотрит губернатор. Пожары, тематическая неделя национального проекта «Демография», «Черные мошка» в Сурском районе и «Чудесные ночи» под пеней Соловьев. Вот какие темы мы обсудим сегодня вечером. Актуальное интервью. Неистребимая, неискренимая бюрократия. Помнится, еще на заре советской власти лучшие поэты и писатели-сатирики писали о ней. Чего стоит Маяковский со словами «Я волком бы выиграл бюрократизм». И век назад, да и сейчас, похоже, эту беду наши чиновники никак не преодолеют. С этого и начал губернатор Алексей Русских анализировать жалобы жителей Ульяновской области. Я много раз говорил, что в своей работе мы не должны допускать бюрократии и формального отношения к обращениям людей. Особенно это касается семей тех, кто сейчас защищает интересы Родины в зоне СВО. К сожалению, такие сообщения продолжают поступать. Сейчас вот я одно из них зачитаю. Мне надо вырубить несколько веток. Я сама этого не могу сделать, а управляющая компания берет за это деньги. Очень много таких моментов и надеяться не на кого. Я одна с детьми, муж мобилизован. Филичкина Наталья Николаевна, адрес улицы Севастопольская. Возьмите семью на контроль. Проведите также работу с подчиненными, с главами районов, чтобы они не допускали бюрократии в этих вопросах. Периодически в СМИ появляется информация из разных регионов о происшествиях с аттракционами. На прошлом штабе я поручал организовать повторный мониторинг аттракционов с проверкой технической документации. Провели вы эти работы? Алексей Юрьевич, да, мы согласно вашему поручению обратились в прокуратуру нашей области, подготовили совместный график мероприятий контрольно-надзорных. Соответственно, в рамках данных мероприятий в течение месяца мы будем совершать все эти контрольно-надзорные функции. В том числе на текущей неделе, в четверг, мы собираем большое совещание с представителями прокуратуры. Директора парков будут присутствовать и непосредственно владельцы самих аттракционов. Часть ПВКС, часть в зале у нас в министерстве, где мы, соответственно, еще раз обратим внимание и доведем все необходимые требования о предоставлении всей документации, которая должна быть у нас в гостехнадзоре. И, соответственно, еще раз обратим внимание владельцев самих парков о недопущении размещения аттракционов, которые не прошли техобслуживание и которые не предоставили полный пакет документов, который касается непосредственно технического состояния всех аттракционов в наш адрес. Сколько времени вам необходимо? Ксич, ну, все мероприятия мы будем проводить в течение месяца. Соответственно, в течение двух недель у нас будет окончательное понимание по количеству аттракционов, которые зарегистрированы непосредственно в нашей системе гостехнадзора и которые не подавали документы. К сожалению, у нас нет функции в рамках федерального законодательства по осуществлению надзорных мероприятий. Сейчас ожидается выход данного закона в течение порядка двух-трех месяцев, в рамках которого мы уже сможем сами непосредственно проводить все мероприятия и выписывать все необходимые протоколы с целью привлечения к ответственности. Реестр всех аттракционов где находится? Реестр у нас есть. Погода установилась отменная, впереди выходные дни. Любители загородного отдыха подтянутся на природу. Костры, шашлыки. Нужно быть предельно осторожным, чтобы не допустить пожара. Губернатор провел перекличку сельских районов, чтобы узнать, как местные власти подготовились к пожароопасному сезону, который, к слову, длится уже не один месяц. У муниципальных образований было время подготовиться. Слушаем, Меликевский район. У вас в 32 населенных пунктах были выявлены нарушения. Устранили вы их? Да, которые нарушения возможно устранить, мы их устранили. Но есть нарушения во всех населенных пунктах с новыми требованиями по противопожарной безопасности. Конкретно уточняю, это расстояние между гидрантами 200 метров. Органы госпожнадзора вышли с иском заявлений в суд. В общем-то, они выиграли данный судебный процесс. Мы, скажем так, первая ласточка, наш район, муниципалитет. И поэтому, скажем так, 32 населенных пунктов. Хотелось бы на ближайшем часе губернатора рассмотреть данный вопрос, потому что действительно есть вопросы. Так, к примеру, если у нас сегодня имеется 341 гидрант в наличии в населенных пунктах, 341 гидрант, неисправных у нас было 24. Как я и докладывал на КЧС, что мы закупили 36 гидрантов, которые будем устанавливать, и есть у нас резервные гидранты. В соответствии с новыми требованиями, нам дополнительно сегодня потребуется еще 500 гидрантов. А эта стоимость только на приобретение гидрантов – порядка 7,5 миллионов рублей. Хотелось бы вот рассмотреть данный вопрос на части губернатора. А теперь, что скажет Теренгульский район. Все населенные пункты у нас на сегодня опасны. С жителями населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам, сейчас проводится дополнительная работа. И поддержу здесь Сергея Александровича касаемо того, что в предписании, которое выдано Госпожнадзором, наличие гидрантов каждые 200 метров. Вопрос серьезный, требует не только установки самих гидрантов, но зачастую замену водопроводной сети. А все остальные нарушения, которые были выявлены, они устранены. А как дела в Сенгилее? Даны письменные рекомендации главной администрации поселений по устранению выявленных нарушений в плане несоблюдения ширины опашки. Завтра на аппаратном совещании каждый глава администрации доложит о проведенной работе. После этого будет направлена проверка по проделанной работе. А вот и вывод, который сделал губернатор. Обстановка очень серьезная. Все мы с вами видели последствия недавних пожаров в Тюменской и Курганских областях. Мы таких ситуаций не должны с вами допустить. Главу муниципальных образований вы лично отвечаете за пожарную безопасность своих территорий. Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио. Государственной телерадиокомпании «Волга». Эта неделя проходит под знаком национального проекта «Демография». В регионе национальный проект реализуется уже 4 года, начиная с 2019 года. Безусловно, многое сделано, построено, отремонтировано. На территории Ульяновской области действует 5 региональных программ. Эти программы охватывают все возрастные группы. Программа финансовой поддержки молодых семей при рождении детей. Программа занятости и трудоустройства. Программа, рассчитанная на заботу о людях старшего поколения. Четвертая программа. Спорт. Нормы жизни. И программа по сохранению общественного здоровья. 1 июня в Ульяновске открывается фонд «Защитники Отечества», который предусматривает, кроме всего прочего, и работу семьями мобилизованных. Эти подробности мой коллега Дмитрий Емельянов выяснил у министра социально-демографической политики Анны Тверсковой. Эта неделя в Ульяновской области проходит под знаком национального проекта «Демография». И сегодня у нас в студии министр социального развития Ульяновской области Анна Тверскова. Здравствуйте, Анна Александровна. Добрый день. Про национальный проект «Демография» – это очень большой проект, объемный. Но, тем не менее, давайте постараемся вычленить, чем же он помогает жителям Ульяновской области. Ну и конкретно, если мы говорим об этом в промежутке времени. Действительно, национальный проект «Демография» на территории нашего региона, по территории всей России, он реализуется с 2019 года. И сегодня мы можем говорить уже об определенных достигнутых результатах. То есть не только о том, что будет сделано в этом году, а о том, что, в принципе, какие показатели у нас достигнуты за весь период времени. И действительно, вы правильно говорите, что национальный проект «Демография» достаточно большой и реализуется в рамках пяти региональных проектов. Это и финансовая поддержка семьи при рождении детей, и содействие занятости, старшее поколение, спортнормы жизни, сохранение общественного здоровья. То есть вот пять больших региональных проектов включаются в национальный проект «Демография». И включают в себя, можно сказать, что всю жизнь от рождения ребенка и до его перехода в следующие категории, когда мама уже сама родит себе детей. Совершенно верно. Вот что касается финансовой поддержки семьи при рождении детей, действительно, продолжаются выплачиваться меры поддержки в связи с рождением первого ребенка, в связи с рождением третьих и последующих детей. И на сегодня почти 20 тысяч семей имеет возможность воспользоваться этим правом. На протяжении всего проекта почти 7 миллиардов рублей было выделено на этот проект. В этом году 848 миллионов. Но помимо финансовой поддержки семьи при рождении детей, с этого года у нас введено новое единое пособие. И мы уже тоже провели такой небольшой мониторинг. Действительно, во-первых, увеличилось количество семей, которые получают эти меры поддержки со 143 тысяч человек до 145, то есть на 2 тысячи человек. И мы видим, что выплаты, которые идут на семью в годовом исчислении, например, они тоже увеличились где-то с 60 тысяч рублей до 85. То есть это существенная поддержка, начиная с момента беременности до достижения ребенка в возрасте 17 лет. Также, что касается реализации национального проекта «Демография», то у нас полностью достигнут показатели. Это обеспечение 100% доступности дошкольных учреждений детей в возрасте до 3 лет. И вот за время реализации проекта построено 7 детских садов. Из них 4 в городе Урлиановске. И поэтому сейчас дети до 3 лет имеют возможность также посещать детские сады, ясельные группы. Если у родителей есть такая необходимость, они могут отдать своего ребенка в детский сад и выйти на работу. Да. Более 1200 мест дополнительных было создано в детских садах. Также еще одним из важных и нужных направлений – это модернизация наших центров занятости. Если до 2023 года в рамках национального проекта было модернизировано всего два центра занятости, то в этом году выделены денежные средства на модернизацию 26 центров занятости. для того, чтобы люди могли туда обращаться, получать необходимые консультации и действительно не просто стоять на учете в качестве безработного, но и подбирать ту профессию, в которой человек себя может найти, в том числе и переобучиться, для того, чтобы работать по данной профессии. Служба занятости – это партнеры Министерства социального развития. Если человек имеет работу, значит и семья обеспечен. Да, конечно. Также в рамках нашего проекта «Укрепление общественного здоровья» в этом году практически во всех муниципальных образованиях будут созданы, ну скажем так, корпоративные программы «Укрепление общественного здоровья». То есть будет методика, которая будет внедряться для того, чтобы наши граждане знали, как укреплять свое здоровье, то есть какие мероприятия нужно проводить. Ну и, конечно, обязательным элементом, и это один из самых важных показателей, это диспансеризация нашего населения. Что касается непосредственно нашего проекта «Старшее поколение», мы считаем большим достижением – это, во-первых, внедрение систем долговременного ухода на территории нашего региона. То есть граждане имеют возможность получать все необходимые услуги ежедневно на дому. То есть не нужно для этого помещаться в стационарные учреждения социального обслуживания, если человек полностью утратил способность самообслуживания. А наши сиделки будут приходить ежедневно и оказывать тот необходимый комплекс услуг, который нужен человеку. Но также вот в рамках системы долговременного ухода до этого года она у нас пилотировалась в семи муниципальных образованиях нашего региона. А теперь на все муниципалитеты? С этого года у нас финансирование увеличилось почти в два раза. Поэтому вот с этого года у нас систем долговременного ухода уже внедряется на территории всей Ульяновской области. С 1 июня – символичный день тоже для социальной защиты. В Ульяновской области открывается фонд «Защитники Отечества». Задача, которую поставил президент Российской Федерации – это поддержка военнослужащих, участвующих в зоне специальной военной операции. На каком этапе мы сейчас в Ульяновской области находимся? Что будет сделано? Буквально в пятницу на всероссийском уровне этот фонд был учрежден. Действительно, уже получены уставные документы. Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». В Ульяновской области будет филиал. В Ульяновской области будет открыто региональное отделение. Сейчас полным ходом идет подготовка к открытию. Уже выбрано помещение, которое будет располагаться в городе Ульяновске по улице Кирова, 20, где будет сидеть руководящий состав фонда и социальный координатор города Ульяновска. Также социальные координаторы будут представлены во всех муниципальных образованиях нашей Ульяновской области и будут находиться в учреждениях соцзащиты. Конечно, основная задача этого фонда – это комплексное и индивидуальное сопровождение членов семей погибших, участников специальной военной операции и ветеранных боевых действий. Это социальное обеспечение, это помощь в подборе технических средств реабилитации, в получении технических средств реабилитации, необходимых лекарств, медикаментов, оформление на санаторно-курортное лечение, помощь в оформлении на надомное социальное обслуживание, если в этом будет необходимость, и, конечно, оказание психологической помощи. Также помощь в вопросах обучения, повышение квалификации, дальнейшего трудоустройства, когда наши ребята будут возвращаться со специальной военной операцией, и содействие в оформлении и восстановлении документов и получении статуса ветерана боевых действий. Основной нашей задачей на сегодня являлась подбор помещений и подбор социальных координаторов, которые будут работать с этими семьями. И вот буквально сегодня в городе Казани начинается обучение социальных координаторов. От нашего региона подобрано 40 социальных координаторов, которые уехали на обучение, и вот в течение этой недели они получат определенные знания и навыки, и направление работы, в котором они должны работать с семьей. Это непосредственно те люди, которые будут взаимодействовать с семьями. С семьями, да. Пока у нас идет расчет, один социальный координатор на 100 семей в Ульяновской области, но до конца года нам необходимо будет подобрать еще определенное количество социальных координаторов и также их переобучить. То есть вот это социальные координаторы приняты пока вот на период открытия фонда. Дальше они уже будут взаимодействовать как с органами социальной защиты, здравоохранения, занятости, образования, так и с федеральными нашими структурами. Это наш социальный фонд, это служба МСЭ по установлению инфалидности и другие организации, которые будут необходимы в процессе взаимодействия с семьями. То есть, скажем так, это региональное отделение фонда, это единое окно, куда могут обращаться семьи, могут обращаться участники специальной военной операции с любыми вопросами. И вот в фонде будут уже совмещаться координационные действия и оказываться необходимой помощи нашим семьям. Вы слушали министра социально-демографической политики Анну Тверскову. Она рассказала о результатах работы национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области в течение четырех лет. Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». Сурский район атаковала черная мошка. Она может так закусать и людей, и домашнюю скотину, что это может стать угрозой для здоровья. О мерах борьбы с этим опасным гнусом расскажет глава Сурского района Дмитрий Колгин. Все, что касается мошки, да, мошка появилась у нас в четырех поселениях. Если сравнить, конечно, ситуацию, которая была до обработок, да, второй раз мы только обрабатываем, и я считаю, что если бы обработки не было, то у мошки было бы больше, потому что погодные явления, которые сейчас связаны с потеплением, дают возможность вылета большего количества. Ну, сейчас работаем с населением, совместно с агентством, проводим обработку подворий, там, где содержится скот, но и проведем информационную работу среди населения, а не запущение пока выпаса скота. Эта вся тема у нас продолжится две-три недели. Мы держим оборону. Так, о борьбе с черной мошкой, которая атаковала Сурский район, рассказала Нина Пелевина, главный ветеринар Ульяновской области. Вылет Мошки в Сурском районе зарегистрирован 10 мая. Это в Острадамовском поселении. С 10 по 13 мая практически было во всех поселениях. Разная степень поражения поселений. Но в Острадамовском и Никитинском самое большое нашествие, это и объяснимо, потому что с самой высокой заболоченности и наличии малых рек приходится именно на эти поселения. Какая работа проводится на данный момент? Организовано 4 поста в круглосуточном дежурстве, который реагирует на обращение граждан. Запрещен выпас скота. На сегодняшнюю дату обработано около 90% скота репеллентами, отпугившими средствами. Проведена работа около 5070 подворьев личных подсобных хозяйств. Ну и как Дмитрий Владимирович проговорил, отлажена, на мой взгляд, оперативная связь с населением. На данный момент у нас поступило около 100 обращений граждан. Из них нужно отметить оперативную хорошую работу, нашу совместную с главами поселений. Именно через этот источник у нас поступило 83 обращения. На линии ДДС одно обращение, на горячую линию агентства ветеринарии два обращения, и на платформу обратной связи в качестве около 10 обращений. Практически все обращения отработаны в оперативном порядке. И, конечно, всплеск наплыв был в выходные дни. Тогда, когда в район приезжают в село дачники, приезжают с города, и, наверное, на следующие выходные мы будем ждать всплеск обращений. Ну, а народ, который живет уже на протяжении десятилетий в данных условиях, ну, ситуация более терпимая и ситуация более благодарная. Оборону держим. Самая главная наша цель и задача не допустить риска нанесения здоровья и животным и людям достигнута. Поражение ни животных, ни людей пока не зарегистрировано. Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». Ах, чародеи и волшебники, как они поют, заливаются! Соловины и трели не дают уснуть по ночам. Вот так бы слушал и слушал их всю ночь напролет. «Красиво», «Волшебно». Вместе с орнитологом Максимом Кральковым мы говорим о соловьях. Ну, во-первых, соловья такая очень птица, культовая для России. То есть во многом ассоциируется Россия, в том числе и с соловьями. Ну, самые, наверное, известные соловьи – это курские соловьи. То есть вот их песни о том, что самые лучшие соловья именно поют там. Действительно, раньше в России то есть соловьев какое-то время держали, ловили, но ловили только на сезон тот, который они поют. Это, то есть, мая месяц и где-то до первой декады июня, а потом их отпускали. У соловьев различается пение, то есть это разные колена, которые они вставляют. Считалось, что вот именно у курских соловьев, у соловьев центральной части России самое богатое пение. То есть оно самое интересное и разнообразные колена там многочисленные. То есть это всякие посвисты, это трели, это щелканье и так далее. У любителей соловьев всегда считалось, что пение соловьев должно быть с наименьшим количеством треска. То есть вот этот всякие вот такие вот звуки – это не совсем хорошо именно для пения. Ну и чем больше колен, тем больше разнообразных звуков, чем больше разнообразных свистов, тем и считалось пение соловьев более богатое и тот соловей лучше поет. Такие вот любители соловьиного пения сделали вывод, что с годами пение соловьев становится хуже и становится больше тресков, всяких писков и так далее. А где еще соловьи поют? Неужели только у нас в России и мы можем этим гордиться? Соловьев много разных видов, в том числе и есть на территории России, например, там у нас и южный соловей, и синий соловей, и соловей красношейка, то есть, например, в Сибири и на Дальнем Востоке. Но вот именно пение вот нашего, именно русского соловья, считается очень ценным. Есть он, конечно, еще и встречается в Европе, и в Южной Европе, и в Центральной, и в Западной, но вот считалось, что именно вот русский соловей – это вот как раз самый-самый богатый по своему пению. Птица сама по себе, она невзрачная, то есть она такого серо-оливкого цвета, размером, ну, чуть больше воробья, живет по всяким таким захламленным участкам. Ну, не в плане того, что там захламленный, много пыли и грязи. А то, где много завалено разных деревьев, где вот сыра, где вот есть какие-то там комары и так далее, вот там как раз соловьев и можно услышать. А чем объясняется, что они гнездятся не на деревьях, а вот на земле? Это удивительно и просто. Да, но это связано с тем, что у них такая вот особенность биологии, экологии этого вида. То есть это гнездование на земле, то есть это вот характерно для соловья и его ближайших родственников. Кстати, у нас обитает один из его ближайших родственников, это воракушка, которую многие наверняка знают и видят на своих участках, огородах, в каких-то местах около воды. Это такая красивая птица с оранжево-черным хвостиком и с очень красивой грузью. У самца такой свет российского флага, синий, белый, красный, такой со звездочками. Это вот как раз воракушка, это ближайший родственник самого нашего соловья. И есть еще обыкновенный соловей, тот самый, который красиво поет. Получается два вида, да? По сути дела, конечно, один, но воракушка это ближайший прям родственник. Они даже с одного рода. То есть это очень близкий вид. А чем объясняется, что они поют ночью? Поют ночью, это связано, конечно, с биологией, экологией этого вида. То есть он ведет именно такой вот немножко сумеречный образ жизни, то есть в дневное время не особо активный и, как я уже сказал, таким вот захламленным местам, то есть местам, где много всяких поваленных деревьев, какие-то влажные участки, небольшое количество растительности. Вот там они как раз и живут. Поэтому, наверное, и поют большей частью в ночное время, когда идет именно вокализация. Ну и перемещение, миграция этого вида происходит чаще всего в сумеречное время. То есть поют самцы, которые приманивают самок на свой участок. То есть в период, соответственно, сумерек, в ночное время происходят как раз активные перемещения данного вида, то есть его перелеты. У пени славев есть определенный период. Они поют, вот говорят, четко, до 6 июня. Да. Бывает, надо чуть-чуть задерживаться, но, в принципе, да. То есть вот до середины июня. А дальше уже некогда петь. Нужно заниматься выращиванием птенцов подрастающего поколения. А не один раз откладывают яйца? Да, да, да. Один раз, однокладка. Мне как-то пришлось услышать от дачницы, у которой дач находится в лесу, что у них славьи не поют. Я так была удивлена, потому что в садах, где дачи, и в том числе много заброшенных садов, которые уже заросли по рослю, почему-то славьев больше. Действительно, где они водятся? Вот славьи большей части водятся это около каких-то речек, водоемов, то есть какие-то нужны такие участки. Там, где есть большие заросли всевозможные, малинники, какие-то заросли с крапивой, с какими-то там волчьей ягодой, которая жималась там. То есть вот такие вот участки. Они любят какие-то небольшие деревья, особенно мелковистые породы, широковистые, например, всякие клёны и прочее. То есть вот такие там бузина, например, черемуха. Вот почему, например, часто рисуют, что слои появятся на черемке. То есть вот такие вот места как раз и характерны для этого вида. А вот если участок будет, например, открытый, даже в лесу, например, сосновом лесу, соловьев можно найти, например, в сосновом лесу только в каких-то понижениях, где есть какие-то определенные заросли, в которых он может прятаться. А вот так на открытых участках их не найдешь. Ну и, конечно, их нет ни в каких-то на полях. Соловьи совершают очень долгие миграции, то есть улетают зимовать, например, проводились исследования, в том числе исследования есть по соловьям и из Ульяновской области есть информация, например, кольцевали птицу в Южной Африке, а ее здесь поймала кошка. Вот так получилось. То есть птицы из Ульяновской области улетают в Африку, даже до Южной Африки, а потом возвращаются обратно. Если соловей завелся, он на следующий год обязательно вернется сюда? Есть такое понятие, называется филопатрия в науке, то есть это говорит о том, насколько то или иное живетное связано или притягивается к тому или иному месту, где-то, куда оно появилось на свет. Действительно, для соловьев это является нормальным явлением возвращения к тем местам, в которых он появился на свет. То есть в те места вернутся, соответственно, либо те соловьи, которые здесь жили, либо их, соответственно, потомки. Вот так вот происходит. И это подтверждено многочисленными разнообразными исследованиями. А соловьи полезные птицы? Они едят вредных насекомых? Очень полезные птицы, потому что соловьи уничтожают множество разных кровососущих насекомых. Это всевозможные всякие комары, и генус, и мухи, и так далее. Конечно, выполняют большую полезную функцию. Являются регуляторами, в том числе, численности, например, всевозможных червей. Ну, то есть, конечно, полезные. Для регулирования численности насекомых это вполне очень такой благоприятный вид. Максим, вы не раз нас восхищали птичьим пением, чириканием, а соловья как-то сможете сымитировать? Ой, это сложно. Нет, я вам, наверное, не помогу здесь, потому что научиться пить не соловья, конечно. Ну, можно, конечно, попробовать, там такое, идут всевозможные свисты, там типа. То есть, ну, конечно, это небольшие такие потуги, потому что передать песню соловья очень сложно. У него множество разнообразных колен, вот этих колен, которые с всевозможными поствистами, трелями, щелканьями, именно поэтому соловья считается одной из лучших певчих птиц нашей страны. А вот интересно, а есть какие-то приметы, связанные с соловьем? Ну, вообще считается, что соловья прилетают тогда, когда зацветает черемуха, в одно и то же время. Ну, то есть, услышал первый раз пение соловья, ничего пока не сажай в землю, потому что когда цветет черемуха, это холодно к заморскому. Ну, то есть, как бы считается, что да, что услышал пение соловья и пока что еще что-то рано, то есть, это первые соловьи, вот они прилетают как раз. Сейчас, конечно, самое активное пение идет у этих птиц, то есть, они везде поют по разным участкам. Кстати, поют не только оседлые птицы, но и самцы, которые в это время мигрируют, они тоже, конечно, на разных участках пытаются петь, приманивать себе самок и так далее. Но, по большей части, конечно, на участках уже, если, например, на том или иной территории, вот в одном и том же месте соловьей уже поет там один день, второй, третий, неделю и так далее, абсолютно понятно, что на этом участке они уже определились и будут здесь, скорее всего, где-то гнездиться. Найти, кстати, гнездо достаточно сложно, оно небольшое само по себе, яйца такого оливкового, зеленоватого цвета, то есть, сливаются. Как и сама птица, достаточно незрачная. Как соловьи красиво поют, а вот как самочки-то выбирают себе самцов? Тоже заслушиваются трелями? Скорее всего, конечно, выбор идет, наверное, и по внешнему какому-то, им одному известным каким-то признакам, но и в том числе, и, конечно же, по пению, то есть, по разнообразию пения, по тому, как, наверное, выдают те или иные колена и так далее, по силе, по громкости звука. Ведь немаловажным является при определении, например, у партнера, у птиц, и маловажным является и выбор партнера по громкости звука, в том числе, по громкости пения. То есть, если хорошо и сильно поет самец, то ясно, что он сильный, и от него получатся хорошие дети, то есть, он крепкий, и он будет хорошим и воспитателем, и, соответственно, отцом для будущих детей. А соловьи тоже принимают участие, да? Чтобы вырастить потомство? Чтобы вырастить потомство соловьи принимают участие, да. Оба родителя выкармливают птенцов и кормят птенцов, например, чем самки. То, что самки, бывает, устают за период насиживания, потому что в период насиживания они много времени уделяют именно этому процессу, самому насиживанию, редко покидают гнездо, и часто бывает устают. А вот самцы, как раз, более активны и выкармливают часто. Лучше птенцов, даже, чем, например, матери. Соломи, мой соломи, Соломи, мой соломи, Вы слушали орнитолога Максима Королькова. Вот и все. Вечернюю программу для вас подготовила Наталья Юкозина. Спасибо за внимание. В ночь соловьи нам насвистывал, Город молчал, и молчали дома. Белая каца и гроздья душистые, Ночь напролет нас водили с ума. Белая каца и гроздья душистые, Ночь напролет нас водили с ума. Сад весь умыт был весенными ривнями, В темных обрагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными, Как же мы молоды были тогда. Годы промчались седыми нас делая, Где чистота этих веток живых. Только зима да метели та белая, Напоминают сегодня о них. Только зима да метели та белая, Напоминают сегодня о них. В час, когда ветер бушует, Город молчал, и молчал, и молчал, и молчал, и молчал, и молчал. Как юность моя, Белая каца и гроздья душистые, Не возвратил, как юность моя.